Доктор Айурведы в седьмом поколении Доктор Айурведы в седьмом поколении Что краткосрочный стресс благотворно влияет на мозг Во время стресса повышается концентрация внимания И улучшаются когнитивные способности Этот факт говорит о том, что стресс является даже благом для человека Итак, давайте разберемся, что же такое стресс С точки зрения древней науки Айурведы И нужно ли человеку избегать стресса Смотрите, дорогие друзья Конечно, Инга, когда вы упомянули, что стресс может быть благотворен для здоровья Конечно, это однозначно так Люди говорят, что жизнь, в которой нет стресса, она скучная жизнь Но стресс бывает двух видов Первое – это стресс благотворного качества А второе – это стресс, который ведет к печали И первый стресс – это такой хороший стресс А дистресс – это состояние печали Это нехороший стресс А теперь, как это понять? Что такое хороший стресс, а что такое плохой стресс? Давайте в этом разберемся Это очень важный вопрос Первый вид стресс – это стресс, когда вы хотите кому-то помочь Стресс направлен на что-то хорошее, на конструктивное Это как стресс, как напряжение в игре на гитаре, когда вы стараетесь сотворить музыку Потому что если нет никакого напряжения в игре на гитаре, то музыка не будет произведена на свет Но струны на гитаре призваны не к тому, чтобы наслаждаться, а к тому, чтобы сотворить музыку Иными словами, для того, чтобы дать благо и наслаждение всем остальным Иными словами, существует такой стресс, когда у человека себелюбивые мысли, направленные исключительно на свою собственную жизнь Как будет я, как будет моя машина, как будут мои родственники, мой дом и все остальное Иными словами, человек стоит в центре всего личность самого себя И это тот стресс, который ведет печаль Но когда мы не эгоцентрично, не ставим себя в центре всего То есть, иными словами, уже целью человека является не то, как принести благо себе, а как помочь обществу Как я могу сделать благо, дать благо людям Как я могу помочь окружающим, когда они испытывают какие-то трудности Ради всего этого, человеку приходится проходить через стрессовые ситуации Но этот стресс, в свою очередь, дает уверенность, силу и успех И хорошее здоровье также В то время, как такой стресс, ну если я это сделаю, будет мне хорошо или плохо А зачем я должен помогать, если я благо не получаю от этого И если человек с этой точки зрения себелюбивый думает, то тогда, как только он попадает в ситуацию стресса То это тут же создает дисбаланс в его мозгу Вот, допустим, когда у человека возникает стресс на почве того, что он чувствует себя незащищенно То из-за работы мозга такие два вещества активизируются, как кортизол и адреналин Теперь, как только этот кортизол попадает в кровь Первое, что случается с человеком, это то, что поднимается, повышается его кровяное давление Иными словами, что ведет в результате всего к сердечной атаке Повышается аппетит у такого человека, он испытывает чувство голода И человек тогда ожиревает Иными словами, когда человек обеспокоен только себелюбивыми и идеями, то он получает такой стресс, вследствие которого он хочет кушать больше и больше А это уже, в свою очередь, ведет к диабету Кортизол, который вырабатывается из-за химических реакций в мозгу, он попадает в кровь и тогда оставляет человека без сна, он не может уснуть Давайте, я прошу прощения, буду иногда перебивать Но очень важно разобраться, как обычному человеку, живущему в мегаполисе И который каждый день сталкивается с множеством стрессов Когда он попадает в какую-то глобальную стрессовую ситуацию Например, у него умер близкий человек Или он потерял работу, у него большая семья Он столкнулся с большой проблемой Как ему правильно принять стресс Как избежать последствий, о которых вы говорите Как принять правильно этот урок судьбы Вот смотрите, когда человек думает с точки зрения потерь Точно стресс придет к нему Но потеря это же иллюзия Кто-то умер, кто-то ушел из этого мира Но это же тоже процесс Но человеку теперь надо как-то понять, каким образом нивелировать ситуацию Как пройти на полное состояние Это не значит, что надо теперь разбиться на кусочки из этого Иными словами, есть два состояния у человека И оба мы можем называть стресс Первое, это когда человек понимает, что Все, жить не могу, человек умер, что мне теперь делать? И он полностью разбивается на кусочки Сердце в дребезги И второе, есть стресс Это произошло, это часть процесса мира Это натуральная вещь, это произошло Это произошло, но сейчас я должен попробовать В этом ситуации Для человека, для его людей Или для меня, для мира Это вы, стресс Вторая ситуация, она носит конструктивный характер Когда человек пребывает в ситуации стресса Но тем не менее, он понимает Конечно, это жизнь Люди умирают Со всеми происходит что-то плохое Иногда такие ситуации бывают Но тем не менее, как в этой ситуации я могу помочь миру Что хорошее и полезное я могу принести в него И целью Айурведы является процесс того, как обучить человека стрессу конструктивному, а не печальному такому При помощи какой методики Айурведа обучает человека выйти из зоны своего стресса и обратить внимание на возможность воспринимать стресс и мир по-другому We can really buy the nadi, buy the check of the pulse with the help of astrological diagnosis We can definitely know whether a person is related to distress When the person is in distress, he will have imbalances in the system But when the person is in eustress, there is a strength you will see in the body So it's very, very clear One gives health and one gives disease So whenever there is a stress which gives you health, that is eustress The stress which gives you bad condition of your health You are tired, exhausted, fearful, cannot work It is distress Доктор говорит о симптомах Я потом чуть-чуть уточню ему еще вопрос Но доктор ответил с той стороны, что Айурведа в точности помогает провести диагностику полную Когда мы меряем пульс, когда мы понимаем по состоянию надей, каналов в теле человека Когда мы смотрим на какие-то разные признаки, на поведенческие признаки также в человеке То тогда Айурведа четко дает понять, это distress или негативный стресс, или это eustress Или позитивный стресс И также Инга спросила, что есть метод, который Айурведа дает Предотвратить все-таки, хочется понять, как предотвратить стресс? Возможно ли это при помощи Айурведы? И возможно ли это при помощи Айурведы? Смотрите, номер один, в Айурведе есть не только этот метод, но как один из методов это Существуют различные виды трав, которые помогают человеку укрепить его нервную систему И таким образом можно предотвратить этот печальный стресс Например, ашваганда Также есть такие процессы, как Широдхара Также есть такие процессы, как Широдхара Когда производится процедура Широдхара, то человек ложится на массажный стол, над ним ставится чаша Из этой чаши льется постоянная струйка масла И тогда кровяное давление на мозг останавливается, что помогает человеку в свою очередь расслабиться Потому что во время того, как человек испытывает чувство стресса, то интракронарное давление усиливается А это уже на самом деле является причиной появления болезни Поэтому с помощью этой процедуры, которая называется Широдхара, мы можем понизить кровяное давление в мозгу И затем через пранаяму, дыхательное упражнение Как правило, в жизни человека мы не замечаем ходы нашего дыхания, движения дыхания Когда человек дышит, он не обращает такое сильное внимание Так же, как человек не обращает внимание на работу своего ума и на его контроль Итак, дыхание является естественным процессом в жизни человека Но как только человек прибегает к помощи пранаямы, или иными словами урегулированного дыхания То тогда автоматическим образом, при помощи методики пранаямы, ум человека становится подконтрольным, успокаивается Приведу вам пример Руки подконтрольны Я хочу, я могу руку протянуть туда-сюда Если не хочу, просто положу на стол Ну, например, когда некоторые люди испытывают чувство стресса, то они даже тоже не могут контролировать Но обычно человек все контролирует Он знает, можете положить на стол, или сложить руки на груди Но в действительности, какая реакция проглядывается в человеке? Как только человек начинает нервничать, то он начинает активно жестикулировать, двигать руками Иными словами, та сила, которую Господь нас наделил для того, чтобы мы контролировали, как руки, да? То в ситуации стресса мы перестаем контролировать, и руки начинают двигаться сами по себе Когда этот стресс усиливается настолько, что человек теряет полный контроль над собой, то эта уже проблема приобретает психиатрический характер Такие люди, как правило, они не могут контролировать должным образом ни движения рук, ни ног Какие-то части нашего тела, так же как и способности, Верховный Господь дал нам для того, чтобы мы могли ими управлять, а какие-то полностью не подконтрольны нам Например, подконтрольны нам наши руки, ноги, глаза, речь, уши Что нам не подконтрольны, это работа сердца, это наше дыхание Теперь, что случается во время стрессовых ситуаций с человеком? Те части тела, которые были даны ему верховной силой, которые должны быть, по идее, подконтрольны человеку Он в ситуации стресса теряет контроль над этими частями тела Не могут говорить правильно Теряют контроль над руками, над движениями, жестикуляцией То есть, нам надо делать прямо противоположное в ситуации стресса Вот в этот момент, когда мы теряем контроль над физической составляющей, то нам надо приобрести контроль над теми частями, которые не были подконтрольны нам изначально, например, как дыхание То есть, иными словами, то, что нам было изначально не подконтрольно, мы пытаемся урегулировать практикой пранаямы, то есть дыхательных упражнений И когда мы правильно начинаем дышать, то тогда автоматическим образом стабилизируется работа нашего сердца и подконтрольными становятся, возвращаются под наши контрольные руки Правильно ли я понимаю вас, простите, перебью, что любой человек, будучи наученным правильно дышать, который принимает правильные травы, которые полезны для него Он предотвращает и контролирует себя в состоянии стресса Глобных дыхалекben, которые не требуют, любят сделать напряжение Окупи они направляются для него вести в состоянии это иhan Компорт над этой стальной мышky, значит, он Phillip зазадит свое тело sup endeавания address кронไป, поскольку дыхательная отдельная позволяет реагировать стресса, то безусловно, который опусти руки~~~ what is not in our control, that is breathing. So once if you start controlling the breathing, naturally your heart gets relaxed, hormones get relaxed, and mind get relaxed. So pranayama and the herbal preparations like ashwagandha, like jatamamsi, like jyotishmati, and shirudhara are one of the great helping stress. Эти иными словами все правильного говорите, когда человек пребывает в ситуации стресса, то тогда то, что было естественно от природы как данность, те части тела, которые он должен был бы контролировать, такие как руки, такие как речь, в ситуации стресса такой человек может потерять контроль над всеми ними. Но тогда посредством дыхания, иными словами, что человек делает, теряя контроль над тем, что он должен контролировать, он должен начать стараться контролировать то, что он изначально не мог контролировать, то, что Господь Бог ему дал, но то, что не было ему подконтрольно, Например, пранаяма. И человек начинает практиковать практику пранаяма, дыхательных упражнений, и таким образом, автоматическим образом стабилизируется работа его сердца, нормализуется дыхание, тогда он перестает говорить те вещи, которые говорить не следовало, и начинает контролировать все остальные части. Иными словами, техника аюрведы не только с помощью травок, которые успокаивают нервную систему, но также с помощью таких процедур, как ширадара, ашваганда, джотишмати, джотишмати, джатамамси. Это подготовительные этапы к тому, как воспринимать ситуацию. Да, то есть видите, тогда доктор сказал, что получается физический уровень человека стабилизируется, гормональный уровень, и уровень ума также стабилизируется. Воспринимать стресс. Но следующий вопрос о том, может ли человек принять ситуацию настолько, трудную ситуацию, чтобы не входить в стресс вообще? А для этого следующий шаг это как раз медитация. В то время, когда мы совершаем практику медитации, нам надо включать фоном духовную музыку. Это называется такой, как поддержка. Потому что у нас очень много подавленных в нас эмоций. А когда мы слушаем музыку о Господе, и понимаем значение этой музыки в связи с Господом, и медитируем на каждое слово из этих духовных песен, которые мы слушаем, и наполняем сердце любовью, то, что тогда случается, тогда психология я, того, что я боюсь, того, что со мной что-то плохое может приключиться, это полностью исчезает. И это помогает. Такой холистический подход. Потому что только таблетки кушать, это не решение. Но стресс на самом деле очень опасен. Если инфекция какая-то атакует человека, это только случается на почве стресса. Одна из главнейших причин возникновения раковых заболеваний в человеке это стресс. Все проблемы газообразования в желудке. Бессонница. Гнев. Все это только на почве стресса возникает. Это же не ю-стресс, но позитивный стресс. Это из-за того, что... Это печальный стресс. Правильно я понимаю, что самые тяжелые последствия можно избежать при помощи медитации, при помощи того, что ты успокаиваешь свой ум и меняешь отношение к стрессу внутри себя. Не только свою физиологию, свое дыхание при помощи пранаямы, свою нервную систему, укрепляя при помощи трав, но еще, в принципе, отношение к жизни, к миру и к событиям, которые происходят в твоей жизни. Чемч, вам забегин. Однозначно, сто процентов и право. Это одна из главных основополагающих идей, как раз та, что вы сейчас озвучили. Потому что, что может помочь человеку в правильном подходе? Это может быть даже простая вода. Это может быть мысль. Это холистический подход. Травки помогают укрепить нервную систему. Широдхара помогает понизить внутричерепное давление. И, когда человек пьет ги, это означает перетопленное сливочное масло с определенным миксом трав, то тогда это помогает человеку понизить вату, воздух в организме. И тогда человек начинает стартику пранаямы или дыхательных упражнений. А после медитация. Медитация на какую-либо из форм духовной личности Бога, но с сопровождением духовной музыки. Это упоминается в книге духовной писания, которая называется Сушрута Самхита. Говорится, что если какой-либо человек слушает Вишну Сахасранаму, иными словами, тысячи имен Вишну, то любой стресс, или даже если у человека физически температура поднимается, охватывает жар, то все это исчезнет. Исходя из этого, можно сделать заключение, что Айурведа – это духовная наука. Мы нахраним три вещи. Сначала. Physical healing, mental healing, и spiritual healing. When you treat the body, it's not like a machine where you just something machine comes, car comes, and you repair it. You are dealing with soul. You are dealing with the mind. So spiritual healing means it's not about God or something. It's just about how to disconnect I and connect with the super soul или на что-то, которое может сохранить вас и оставить вас от этого страха «и» или как «лезер» «и». Если у человека есть какие-то страхи, то аюрведа работает на духовном плане с какой целью? Это не то, чтобы человека даже на какую-то духовную стезю поставить, но в какой-то степени бывает необходимо человека, погруженного в себелюбивые идеи, в чувство «я», отделить себя от этого осознания эгоцентризма, и для того, чтобы человек понял, что я на самом деле принадлежу не только себе, не только для себя стараюсь, но чтобы он начал полноценно функционировать в этом мире. Хорошо, если мы говорим о плане духовности и духа, то как и аюрведы, допустим, мне, могут дать рекомендации, какую медитацию, какую духовную практику мне применять, чтобы не входить в состояние стресса? Смотрите, это очень просто. Какой человек, какой бы религию, в какой бы религии человек не верил, какой бы конфессии он себя не относил, то, где он есть, он может там и практиковать науку аюрведы. Допустим, пожалуйста, он должен понимать, что они не могут верить эгоцентризм, что «я» все равно всего. И просто через то, чтобы дать эго, to the love to God because the love is the best medicine for winning the stress because if somebody is in stress it means he is missing the security and security is always in love you would have seen that small baby whenever there is mama he is free if small baby comes here in our studio and if he comes with his mother and first he will observe everybody yeah and because mama is there so he will start doing here, there, jumping, moving but if mother leaves immediately this baby will get insecure, fearful, stressed so another reason for stress is lack of security so we have to give people security and security is a thing which nobody can give nobody can ensure security in this world or future the only security is once when we come out of illusion that we are a loser because nothing is like a loss in this world whatever is happening, happening for good this is the philosophy of Veda this is the philosophy of Ayurveda because Ayurveda comes from Veda so the philosophy says philosophy is the base of Ayurveda that whatever is happening, happening for good as per the plan of God so if you feel like this that it's a plan of God so you become secure and the moment you get secure you have no fear you have no stress and, in other words, when a person when a person comes in a situation of stress what it means? it means that a person that a person has lost connection with the understanding of what a atmosphere he is and, in other words, a person that a person has a feeling of ego-centeredness and, in other words, this Ayurveda it allows a person to come to help the help of the higher forces give him a certain direction for what? for what? for him to come out of the illusion of and, in other words, he is in the state of the state of the state of the state because the situation of stress which a person переживает when he is in this situation it means that he has a feeling of the state of the state of the state and, in other words, the doctor gave a example of when a little child comes to the room and he comes to the mom of course, the first child he is very напряженный he looks at the side and he thinks so, is it okay, is it okay, is it okay, is it okay? and, in some moment, he is and starts to feel relaxed but, if the mom comes to the room and if the child is stuck so, is it okay then you know and he comes to the situation of the need and, in other words, the child is so, is it okay, is it okay so, is it okay, it is a sense of so, is it okay, that понимание через связь с верховными силами с верховным господом что бояться нечего что он на самом деле в защищенном положении слово аюрведа оно приходит от веды это значит в древнем писания Индии, они это провозгласили. Хорошо, то есть, другими словами, на самом деле, все силы, вся защита и вся возможность не входить в стресс есть в человеке, то есть во мне самом. Я должна это понимать и чувствовать, что я защищен, пребывая в этом мире, я уже не один. Это другой вопрос, Бог там с вами или нет, это отдельный Но это чувство того, что Бог со мной, я пойду и сделаю что угодно, оно еще больше того, это вера в Бога, она еще больше того, чем пребывает с тобой Бог или нет. Самое главное, что ты в Него веришь, тогда идешь спомнилась. Потому что только эта вера достаточно для того, чтобы перебороть любые стрессовые ситуации и страхи. Многие люди говорят, ну как вы докажете, что Бог есть или нет? А я говорю, так вопрос не в этом, если вы чувствуете, что эта вера в Бога, она приносит вам благо и хорошее чувство, продолжайте верить. Если вы не чувствуете, то это другой же вопрос. Но разумеется, когда есть машина, должен быть водитель. И когда вы чувствуете, что да, мой водитель со мной в сердце, то вы получаете уверенность. Тогда любая проблема к вам приходит, а вы становитесь лицом к лицу с ней. Но вопрос только тогда приходит, как вы можете это состояние поддержать? Это зависит от компании, от общения, от круга людей, в котором вы находитесь. Айурведы говорят, что главный вопрос вашей санги, это означает окружение. А санга означает, с кем мы живем. Если живем с людьми, которые постоянно в страхе находятся, то мы получим стресс. Если живем с позитивными людьми, мы станем позитивными. Есть два уровня. Первое, это жить с учителями, с теми людьми, которые наделены знанием подобающим. И получать их энергию. Позитивность от них. А потом нести это тем людям, которые находятся в стрессе. Где же взять их? Мы живем в 21 веке. Мы приходим в офис, все в стрессе, у всех кризис, никаких учителей нет. Где братья учителя? Вот это то, о чем я говорю. Что неважно, найдете вы учителя или нет. Потому что если у вас есть стопроцентная вера, без ничего другого, все равно все получите. Потому что природа нас одаривает тем, что мы заслуживаем. Потому что, конечно, без способностей определенных ничего невозможно. Даже если человеку надо поступить в университет, у него должны быть какие-то способности к этому. В Веде мы назовем это архатва. То есть, если вы хотите удерживать, чтобы получить хорошую стопроцентную веру, хорошую ассоциацию, хорошую компанию от стопроцентных учреждений или стопроцентных мастеров, то очень важно, что удерживать. И удерживать означает 100% вероятность и вероятность. И вероятность, вероятность, вероятность психологии. Иными словами, если мы хотим какую-то хорошую сангу, если мы хотим хорошее общество рядом с нами, если мы хотим прогрессировать и найти учителя в жизни, то мы должны стать к этому квалифицированными, должны стать достойными. А какая тогда квалификация? Единственная квалификация — это вера в сердце, что да, я в это верю, и это появится у меня. А люди, у которых нет веры, у которых есть сомнения, они никогда не получат хороших людей вокруг. А если даже получат хорошего человека, они будут сомневаться в этих хороших людей. А он вообще хороший или нет? То есть, иными словами, по судьбе им придет, а они не примут. Но если человек верит, то тогда они получат достойного учителя как раз. Но еще один секрет. Хорошие люди — это как молчаливый ветерок, который проходит, слегка касается нас и уходит прочь. И с настроением эго мы никогда их не можем увидеть. Вот пример еще. Если человек только занят себе любимыми идеями, как я выгляжу сегодня? Тут люди меня вообще любят, нравятся я? Они заметили меня? Они вообще оценили мою одежду сегодня? Так этот человек, он не может из-за своего эгоцентризма насладиться красотой вокруг. Не насладиться природой, не может. Хороших людей вокруг увидеть. Потому что такой человек, он ставит все под сомнение. Как там люди обо мне думают? Как он теперь с хорошим связаться? Такой человек эгоцентрист выберет себе эгоцентриста в общении. Он такой себе любилый человек, он такого же себе любил и себе сработает. Потому что он хочет, чтобы он себя любил. И другой человек, который тоже хочет, чтобы он себя любит, они будут встретить друг друга очень хорошо. И он обязательно найдет того человека, который хочет показать свою одежду. И они очень друг с дружком совместивы будут. И потеряют всех хороших людей по дороге. Это природа удивительный учитель. То есть природа, она заставляет вас получать то, что вы хотите. Плохое всегда получит плохое. Хорошее будет искать хорошего. И еще, хорошее, наоборот. Он делено силой сделать хорошим все вокруг. Одна встреча шла. Все в стрессе сидели. И они просто уже были на границе того, чтобы перебить друг дружку. И такой один хороший человек среди них. Он там вроде так пошутил. И атмосфера вся поменялась. То есть в итоге все касается нашего умного настроения. Потому что этот человек, он не был эгоцентричным. Айурведа дает заключение, что все стрессовые ситуации приходят тогда, когда человек находится в состоянии тамагуна. Тамагуна означает, что человек пребывает в себелюбии, в эгоцентричном настроении. Мы говорим, есть такие понятия. Сатва, Раджа и Тама. Раджа означает эго со страстью. Тамагуна означает эго с тьмой. То есть с низкой энергией, с негативизмом. Вот эти два люди, Раджа Гуни и Тамагуни, попадают в стресс. А сатва это баланс. Вот вы же баланс ТВ. Это сатва. Поэтому когда вы в балансе, у вас нет стресса. И тогда вы выберете себе баланс. И тогда вы выберете себя в окружении всех людей, которые в балансе находятся, которые в сатве, в благости. И тогда вы можете увидеть все это в вашей жизни. Но, к сожалению, Раджа Гуни, эго-центричный человек, который хочет показать, выбирает другого человека, который тоже хочет показать. Человек, который в Раджа Гуни, в настроении страсти, ищет постоянно наружу, он встретит такого же человека. Это судьба. Поэтому ту веру, которую у вас есть, вы держите в сердце. Снова. Больше, чем сам Господь, больше этого вера в Бога. И держите ее в сердце. И идите вперед смело. Если кто-то вам скажет, слушай, ну ты себя просто одурачиваешь. Я вам тогда скажу, знаете, такая жизнь в одурачивании себя таким образом лучше, чем жизнь в стрессе. Потому что это как алгебра в математике. Что случилось? Вот, допустим, Х. Вы не знаете, кто такой мистер Х. Вы знаете Y и знаете Z. Вы выбрали Х. И вы делаете вашу алгебру. И в итоге вы поймете, кто такой Х. Каким бы именем вы не назовете мистера Х, это пусть Х будет. Но какую бы вы веру не вложили в этого мистера Х, это настолько бесценное сокровище, вы такого ни на одном базаре не найдете. Другими словами, мистер Х спасет нас от всех стрессов. И на этой позитивной ноте я хочу поблагодарить вас за беседу. Я надеюсь, что наша программа поможет очень многим нашим телезрителям избежать стресса, что очень актуально в 21 веке. Хочу напомнить, что с нами сегодня был доктор Айурведы в седьмом поколении, профессор Индийского университета и медицинский астролог Танмай Гасвами. Спасибо вам. Спасибо больше. Нам помогала переводчик Лолита. Спасибо вам. Дорогие телезрители, я хочу напомнить, что эту и другие понравившиеся программы вы можете посмотреть у нас на сайте балансдефиз.тв.ру. С вами была Инга Гончарова. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин